Я думала, оно успокоилось. Нет, не хочет. Такое море ночное. Тепло. Там танцы будут выжигательные. Там танцы будут выжигательные. Идем домой. Идем домой. Идем домой. Идем домой. Я вчера на пляже перележала, меня продула. То ли подушка неудобная, но подушка правда здесь неудобная. Сейчас пойду в фикс прайс еще зайду. И куплю вот эту узенькую подушечку, если они там есть. Я люблю, когда у меня подушка лежит вот под шеей. Мне тогда очень комфортно. А эта подушка, ее хоть как собирай в кучу, она все равно вот как-то некомфортная. В общем, пойду, потому что мне тут еще две недели жить. Все хорошо, прохладненько в комнате. А подушка-то неудобная. И в аптеку зайду, может мне какую-то мазь предложит, финалгон или какую-то, чтобы отвлекала от боль. Но она у меня в эту сторону, голова не вертится. Вот в эту поворачивается, а в эту оп, и все. Вот так. В общем, очень важно спать на уютной подушке. Вот так, на комфортной. Сейчас я себе маленькую куплю и буду сегодня как младенчик спать. Вас беру с собой. Видите, сколько муж-молых. Ну она тут какая-то мелкая-мелкая. А я видела, она прям вот такая крупная, как яблочки, и уже оранжевая. Но ее там не такое количество. Вот, видимо, либо те вчера по пять, или как там, те вчера по пять, но вот такие большие. А эти по три, но маленькие. В общем, либо много маленьких, либо мало больших. Так, все. Аптека прямо вот, наша улица. Вот мой дом с балкончиками беленькими. И вот аптека. Сейчас пойду спрашивать, чем мне надо, чем намазать мою шею. Финалгон, мазь и фолимиссир. Пакетики, порошок. Три штучки она мне продала. В общем, буду лечиться. Пошла я за подушечкой под шею. Ну и потом, наверное, зайду в магнит. Возьму авокадо. Если есть вкусный здесь такой. Авокадо прямо... Ой, слушайте, ну у меня голова-то совсем не вертится. Сейчас приду домой, финалгоном смажу. Она мне предложила какое-то другое средство. Просто обезболивающее. Я сказала, нет, мне надо, чтобы поджигала, чтобы хотя бы отвлекала от этой боли. Муфиналгон выпросила. Держись, Лена. Знаете, пахнет чем? Прелыми листьями. На улице так влажно, тепло, прям жарко даже. И запах травы, скошеной и прелых листьев. Обалденный аромат летний. Ну все, идем. Вот эти здания, мне нравятся их. Четыре штуки таких дома. С бирюзовыми стеклами. Еще хочу огурчиков купить. Здесь такие вкусные огурцы мы с Граидой на рынке покупали. Они такие ароматные, хрустящие. У нас, конечно, в Красноярске не такие. У нас они портятся, во-первых, быстро. А во-вторых, у них нет такого аромата. Что такое? Что такое? Вчера слышала, мимо продавцов там проходила, мимо торговых лавок. Говорит, что случилось? Скорые за скорыми. Прямо бесконечно, говорит, к нам приезжают скорые. Скорые, скорые помощи. Что случилось с людьми? Болеют. Ну вот, там огни-то уже дождали. До магнита уже дошла. Но я сейчас в него заходить не буду. Зайду на обратном пути. Ну, что-то полицейские только что проехали. И опять полиция. Кто приехал в Сочи? Кто? Ну, я сейчас схожу в фикс прайс. Куплю подушечку, а на обратном пути уже сюда. Фикс прайс. Фикс прайс и Сбербанк находятся рядышком. Ну, тут сколько метров? 150 пройтись. Кто-то из вас спросил, что там снять? Колокольчики какие-то? Смотрите, тля напала. Ой-ой-ой, бедолага. Вот так расцвел пышным цветом. А эти тут как тут. А этот цвет набирает. Только сейчас стрелы выпустят. Такой влажный воздух. Не пылиночки. Вот не пылиночки. Я платье здесь стираю только потому, что, ну, как бы, надо их стирать. Потому что я поносила. Но они абсолютно не грязные, не пыльные. Вот, кстати, пансионат Знания. Говорят, неплохой у них пляж. Воздух прямо влажный. Чувствуется, что чистый. Несмотря на то, что я иду возле трассы. Все быстренько оседает, да, потому что влажно. Ой, тут запах скошенной травы. Видимо, кусты недавно стригли. А это, видимо, площадка спортивная пансионата Знания. Прям большая такая ухоженная территория. А там мой любимый олеандр красивого цвета, малинового. Заставляю себя пить. Пить совсем не хочется. С пятого на десятый рассказываю вам. Пить совсем не хочется, но знаю, что надо. И прямо заставляю себя пить. Пью и пью и пью. Ой, да какой же ты красавец. Красавец. Да какой же ты малиновый красавец. Тут вот, видите, тоже красивый. Но он уже такая светлая фуксия. Вот этот прям вот очень красивый. Сбербанк и Пикс Крайс. Но мне в Сбербанк не надо. Здесь везде можно картой рассчитываться. Даже у продавцов на улице. Продают там фрукты. Если уже нет у них терминала, то тогда можно просто переводом на карту. Может, на мое счастье, там будет подушечка. А ведь я стояла возле нее. Я стояла возле нее и прямо хотела купить. Сейчас бы уже спала несколько дней на ней. Но почему не взяла, не знаю. Так, может, мне еще педикюр сделать? Туалетомет. Написали. Почему-то мои ноги не понравились. В Инстаграм выставила фотку. Зачем выставлять такие ноги? Какие такие у меня идеальные ступни? Идеальные. Или уже до дома дотерпеть. Какой хороший салатничек. Огромный. Сейчас опять, наверное, на этот. Смотрите, у меня сегодня другой. Смотрите, наверное, на меня. Смотрите, думайте, опять это сумасшедшая с фотоаппаратом. Сумочка на кнопочке. Вот такие маленькие сумочки для детей, наверное. Так. А вот они. Вот они. Вот они. А, это другие совсем. Это такие. Ну, для полета в самолете. Вот. Не, ну не такое надо. У меня такая есть надувная. Поэтому, чтобы с собой таскать. Этих, кстати, в прошлый раз не было. Или вы их не заметили. Такие приятные. У нас все жоры для головы. Такие розовые. Это уже. Попробуем. Такой, такой, ой, блин, болючий. Это совсем не то, что продавали в арифориум. Это какой-то тиски для головы. Тиски для головы. Ой, это что такое? Тоже максажер какое-то. Кольцо испанга. Ну-ка. Да, блин, я его и согнуть даже не смогла. Веера. Разные. И что? У них нужны мне подушки уже. Вы серьезно? Вот они. Вот они. Вот эта бежевая мне нравится. Она прямо под шею ляжет. Сколько стоит? Это для автомобиля. Ну, 199 рублей. Девчонки. Вот такая вот. Мне казалось, что-то она больше. Или ничего. Подложу, да и буду лежать на ней. Хоть посплю две недельки нормально. Хотелось бы побольше. Маленькая. Я примерила сейчас, девчонки, она маленькая для головы. Я думала почему-то, что они побольше. Вот что бы вот таким подушкам не быть такими продолговатыми. А? Вот такими. Вот такими. У меня такая тоже не пойдет. Шляпка эта стоит, красавица. Стоит, стоит. И головенькая тоже. Так. А моей красивой бейсболочки нет уже. Она вот тут была. Уже тут цвета другие совсем. Совсем другие. Эта была такая бортовенькая. Все нету. Ну, ладно. Нет, так нету. И с жирафиками эти шляпки разобрали. Смотрите, остались дракончики. А жирафиков нет. Ну, фону обижали. Все разобрали. Вот, девчонки, продолговатые. Помните, я вам показывала корону? Ну, такая пиг дня. Корона это. Кто придумал, для чего она нужна? Вот, что такое. Прихватка. Баклажан, тыква. Овощи. В общем, вот такие всякие. Пока меня перекосило, мне ведь нельзя плавать, загорать. Я записалась на маникюр и педикюр. Педикюр с покрытием будет стоить 1400. Маникюр 700 рублей. С покрытием. Простым. Не шеллак. Все, завтра в 3 часа пойдем с вами наводить красоту. А сейчас идем в магнит. Я потом домой. Жарко. Прям душно стало. Сейчас я вам что-то расскажу. Купила два огурчика вот в этой лавочке, вот здесь. Спрашиваю, а почему у вас весы за ящиками? Их даже не видно покупателю. Ответ. Не угадаете, что ответил. А потому что им здесь удобнее стоять. Вот так вот. Это вообще. Им там удобно, да и все. А остальное вообще никого не волнует. Вот такой у меня будет обед. Помидорки мелкие. Черри на ветке. Огурчики. Парочку купила. Ну, он какой-то не очень, но ароматный. Адыгейский сыр и вкусный ароматный хлеб. Сырок я уже попробовала прям волшебный. Сырок сливочный такой, вкуснятинка. Всего приятного мне аппетита. Ну, а вечером пойду уже в кафе. Возьму супчик свой. Вчера харчу ела. Тоже могу рекомендовать. Замечательно приготовленный. Но сегодня я буду есть уху с семгой. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.